Добро пожаловать на наш канал! 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 Он как единственный наследник вправе претендовать на все имущество, которое окажется в наследственной массе, как говорят. Но вопрос... Им придется вообще делиться с мачехой или нет в этой ситуации? Делиться с мачехой наследственным имуществом не придется. Другое дело, что мачеха может заявить о неких серьезных вложениях в дом. Если эти вложения были весьма существенными, изменившие, ну фактически такое бывает, изменившие стоимость, существенно изменившие стоимость дома... А может быть и поставила пластиковые окна? Может быть и поставила пластиковые окна. Если она документально сможет подтвердить, что именно она участвовала в этих расходах, то, конечно, речь может идти. Ну, смотря какие улучшения. Если эти улучшения отделимые, как говорится, ну, например, какая-то мебель. Да, мебель. Ее можно изъять. И она подтвердит, что именно она несла расходы на эту мебель. Она может их забрать. Это ее имущество. Она жила с этим. А если, например, она вложилась в капитальный ремонт, отремонтировала крышу или что-то еще? Вот если она подтвердит документально, что она существенно внесла столько средств, что существенно изменила стоимость этого объекта, то она сможет претендовать на это имущество. Ну, во-первых, на этот объект как наследство она не претендует, потому что ее нет в завещании. Но как лицо, которое несло расходы на имущество, она вправе претендовать на возмещение этих расходов. То есть я правильно понимаю, что если у нее есть документы, которые могут подтвердить, что она потратила деньги, вложившиеся как раз таки в этот дом, то она имеет право потребовать с Михаила компенсации в той самой сумме, которую она потратила на имущество. Конечно, конечно. Даже можно короче сказать. То, что она могла потребовать с отца еще при жизни, ну, могли ведь и разойтись. То же самое она сейчас может потребовать и с сына как с наследника. Но сразу скажу, что очень маловероятно, сложно доказуемые эти все расходы, тем более, ну, кто из них понес, он или супруга. И поэтому вполне вероятно, что более весомо здесь видится все-таки перспектива Михаила полностью получить права на этот дом. Я надеюсь, что ответили на его вопрос. Переходим в следующий вопрос. Анна из Сысовского района пишет. При жизни за моей мамой числилась комната в малосемейном общежитии, где мы с ней и проживали с самого моего рождения. Сейчас я хотела бы оформить комнату на себя. Что делать, если не осталось завещания? Ну, дело в том, что здесь, опять же, не говорится очень подробно, на каком праве эта квартира принадлежала. Да, эта комната была оформлена на маму. Дело в том, что если эта квартира все-таки или комната была на праве собственности у мамы, то, конечно, имущество, находящееся в собственности, должно найти своих наследников. Наследники могут быть по завещанию, по закону. Нет завещания. Она, как дочь, является наследницей первой очереди. Конечно, надо посмотреть, какие еще другие есть родственники и так далее. То есть, это пока традиционная схема. Я думаю, что здесь не совсем понятно, немножко перемешанные вопросы. С одной стороны, она говорит и пытается рассказать о тех правах, которые были при жизни. То есть, что она проживала вместе с мамой. А с другой стороны, говорит, что мама умирала и не оставила завещания. Вот здесь надо четко расставить вот эти позиции. Если это собственность, то неважно, проживала она до этого или не проживала. Мама не оставила завещания, она наследник по закону. Если же эта квартира не находилась в собственности мамы, а проживали они по договору социального найма, то вопрос действительно важен, проживала ли она, проживает ли она до настоящего времени. Потому что, как проживавшая с мамой, как с мамой своей близкой родственницей, она получает те же самые права, право проживать на праве социального найма в этой квартире. Получается, она пролонгация такой получает? Просто она реализует дальше те права, которые у нее и были при жизни мамы. Но тут опять же один момент небольшой. Здесь не говорится, а выписалась ли она с этой квартиры до смерти мамы. Поэтому вот это может быть очень важным аспектом. Вполне возможно, она потеряла права на это жилье, переехав куда-то, приобретя права на жилье в другом месте. И сейчас не может пользоваться теми правами, которые были бы, если бы она до сегодняшнего дня проживала в этой квартире. У меня есть одна просьба к вам, уважаемые телезрители. Если вы отправляете какой-либо вопрос к нам, просьба писать более четко, конкретно. И если есть возможность, присылать не оригиналы, но копии документов, на основании которых мы могли бы делать кое-какие выводы. И еще, программы письменных ответов не присылают. Так что будьте добры, смотрите эфиры. Ну а если вы этот эфир не увидели на телеканале Юрген, вы можете посмотреть на нашем сайте 3wkrtk.ru. Вся контактная информация будет в конце эфира. Ну и последний, буквально краткий вопрос. Алексей, какое же все-таки завещание будет главным? Первое, составленное, например, рукой того, кто передает свое имущество в наследство. Или же то завещание, которое, например, было найдено после смерти. Бывает вот такое. Первое или второе завещание важны? Ну, дело в том, что, Елен, обрати внимание, то есть вопрос звучит не совсем четко, да, то есть дело не в том, когда оно найдено, а когда оно составлено. Но, в том числе, 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 не мешают. Только в том случае, если завещание касается того же имущества, то, конечно, более позднее своим содержанием отменяет предыдущий и имеет большую юридическую силу. Официальное завещание – это удостоверенный надлежащим образом документ, составленный соблюдением установленных правил, которым определена судьба, имущество гражданина и других благ, переход которых в порядке наследования допускается законом на случай его смерти. Для того, чтобы вступить на следство, преемник обязан предоставить несколько обязательных документов. Первоначально необходимо предъявить само свидетельство о смерти. Если имеется завещание, значит завещание с отметочкой о том, что оно не отменено, не изменено. Эта отметочка ставится у того нотариуса, который удостоверял завещание. Справочку о последнем месте жительства. Если необходимо подтвердить родство, значит документы, подтверждающие родство. Естественно, сразу невозможно сказать, какие документы полностью необходимы. Весь пакет документов, которые находятся на руках, на имущество, отрежемое или недрежемое. А там в дальнейшем нотариус уже подскажет, какие документы необходимо собрать дополнительно. В соответствии со статьей 11.20 Гражданского кодекса Российской Федерации, завещатель может распорядиться всем имуществом или только его частью. При этом может быть составлено как одно завещание, в котором будут содержаться распоряжения в отношении всего имущества завещателя, так и несколько, в каждом из которых будет определена судьба конкретной вещи. Однако более предпочтительным представляется составление одного завещания, чтобы меньше было противоречий в распоряжении завещателя. Правильно составленное завещание должно содержать несколько обязательных позиций. Оно соответствует канонам, конечно, потому что завещание обязательно подлежит нотариальному удостоверению или же еще возможные случаи, когда завещание удостоверяется главными врачами, начальниками воинских частей, когда в местах дислокации, капитанами морских суднах, когда в плавании находятся, а так в основном нотариально. То есть простая письменная форма, она не признается. Завещание может быть составлено в любой момент жизни человека. Единственное требование, которое устанавливает закон, в соответствии со статьей 11.18 Гражданского кодекса, гражданин должен обладать полной дееспособностью. Я так думаю, что мы ответили на все присланные на сегодняшний день вопросы. Ну а мы с вами увидимся буквально через несколько дней. Смотрите телеканал Юрган. Ну а если не увидели эту передачу, сайт 3wkrtk.ru. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok